И сегодня персонально наш и ваш гость в этой студии политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Добрый день. Здравствуйте. Чтобы без всяких лишних прелюдий, давайте сразу вопрос. Война с Украиной реальна? Война с Украиной реальна всегда. Собственно, с момента аннексии Крыма весной 2014 года. Вопрос начнется ли она в практическом измерении или нет, и если да, то когда. А как вы думаете? Ну, де-факто она уже идет. Просто это не война старого образца, это гибридная война. И все признаки гибридной войны налицо. Но мы про такую как раз старого формата войну. Старого формата войны уже не будет, поскольку произошла смена эпох и смена парадигм войны. Гибридная война предполагает, во-первых, наличие большого числа военизированных формирований, не входящих формально в состав регулярной армии, как страны-агрессоры, так и обороняющейся страны. Во-вторых, использование кибер-войны, информационной войны, как вполне полноценных и равноправных инструментов агрессии. Чего еще в прежнюю эпоху, конечно, не было. То, что мы сейчас видим, это ведь не только информационная война, вот эти сообщения о диверсионной группе. Ну, история с диверсионной группой вообще довольно мутная. Мне достаточно сложно представить себе, что политическое руководство Украины приняло решение устраивать какие-то диверсии на территории Крыма, где, как мы знаем, на каждой ветке сидят российские полицейские, а под каждым кустом российский контрразведчик. Так же сомнительны выглядят фигуры бывшего водителя Запорожской АЭС Евгения Панова, который объявлен главным террористом. Его родственники, как мы знаем, уже заявили, что его выкрали из Запорожья. Даже если его не выкрали, очень странно себе представить, что официальный боец АТО, то есть антитеррористическая операция Украины, внесенный в этом качестве во все базы данных, в том числе и в базу данных ФСБ, просто так взял и зачем-то оправился в Крым. Слушайте, ну точно такие же гастролеры и в Донбассе были, которых ловили, это тоже называли частью гибридной войны, вроде все сходится. Да, но в Донбассе была совершенно другая ситуация, там фактически не было украинских войск, не было украинских силовых структур, все было парализовано, заходи не хочу. Я же был в Донецке, собственно, в апреле 2014 года, когда здание Донецкой областной госадминистрации было уже захвачено, остальное в Донецке еще нет, но до этого оставались считанные дни. Ну а здесь же тоже не говорится, что Панов официально приехал, возможно, он пересек нелегальные границы, выполняя задания. Да, потом постоянно имеется противоречие в показаниях, как говорят на очной ставке в таких случаях. То заявляли, что диверсанты должны были взорвать трассу Симферополь-Ялта во время проезда правительственных кортежей. Потом была версия о том, что они должны были взорвать завод «Крымский Титан», в Армянске, подконтрольный, кстати, одиозного бизнесмена Дмитрию Фертышу. А сейчас уже выясняется, что не «Крымский Титан» и не трасса Симферополь-Ялта, а всего лишь не запряженные с человеческими жертвами гомеопатические теракты на южном берегу Крыма с целью сорвать туристический сезон. Правда, я согласен, что, как в известных таких высоком скуче анекдотах про эстонцев, подчеркивающих медлительность, как-то очень странно, что сезон собрались сорвать ближе к его окончанию. Тогда все эти теракты должны были происходить максимум в июне, а не в середине августа. Ну и, кроме того, психологически, мне кажется, руководство Украины совершенно не готово к осуществлению силовых операций на территориях де-факто или де-юре подконтрольных России. С другой стороны, я согласен, что политическое руководство Украины не в полной мере контролирует свои силовые структуры, как формальные в виде вооруженных сил и спецслужб, так и неформальные в виде всевозможных добровольческих батальонов, сформировавшихся в 2014 году. Но все равно здесь есть некий перебор. И, в общем, количество взаимоисключающих и противоречивых версий, высказываемых российской же стороной, заставляет усомниться в общей парадигме, что действительно вторжение диверсантов было. Но украинская сторона тоже высказывает несколько версий, самые разные версии. Там была звучала и версия о том, что, может быть, дезертиры некие были, которых сейчас прикрывают такой спецоперативный заявлений. Да, я знаю эту украинскую версию, но тоже нет фактуры, которая могла бы подтвердить либо опровергнуть это. А какая версия вам ближе, какая версия, вернее, менее далека от вас? Я бы так сказал, что у меня понятна цель и полагание Владимира Путина. Его основная цель – это добиться отмены или, как минимум, смягчения европейских санкций с 1 января 2017 года. Это сейчас основная задача, которую он решает в международной политике, а поскольку он занят на 90% международной политикой, то это основная задача его жизни и политики вообще. Сомнительный метод для снятия санкций. Логика этого процесса абсолютно ясна. Нужно выставить Украину абсолютным виновником несоблюдения Минских соглашений, виновником терроризма и агрессии, объявить о причастности Украины к терроризму и показать тем самым, что линия на защиту Украины, которую Запад избрал весной 2014 года в ответ на сначала присоединение Крыма к России, а потом начавшиеся боевые действия в Донецком и Луганском регионах, она несостоятельна. Тем самым подкрепив позицию европейских бизнес-кругов, значительная часть которых поддерживает отмену или смягчение санкций, значительная часть и политических элит, особенно в странах так называемого южного фланга Евросоюза, от Испании до Греции. И хронологически это приурочено к саммиту Большой двадцатки в Китае, который состоится в городе Хуанчжоу, должен состояться 4-5 сентября. Где при этом, как мы понимаем, не будет встречи в нормандском формате. Да, я уже сказал, что она будет бессмысленной в данной ситуации. Да, ну то есть важно показать, что не нормандский сам формат и минские соглашения были фейком и блефом, изначально, о чем ваш покорный слуга говорил на радио «Эхо Москвы» неоднократно, а что по вине Украины все срывается. А раз по вине Украины все срывается, Украина недоговороспособна тем самым, и нельзя ни о чем договориться, она недееспособна, потому что даже если Петр Порошенко не отдавал приказ, зашли диверсию в Крыму, то как минимум не смог проконтролировать те силовые группы, которые на это отправились. Поэтому целеполагание мне понятно. А по вине одной ли Украины? Вот смотрите, Сергей Аксенов говорит, что за терактами, за планированием этих возможных терактов могут стоять Соединенные Штаты. Это его личная позиция или это... Во всякой политической системе и должен быть какой-то онфон Террибль, который казался бы уже совсем отморожен на фоне более взвешенной позиции федерального руководства. Сергей Аксенов, поскольку терять ему нечего, и выполняет эту функцию. Возникает вопрос... И сейчас Владимир Путин по этому не подпишется. Возвращаясь к вопросу о санкциях, ведь неоднократно наши партнеры, да, можно так говорить, каунтерпартицы говорили, что это все связано с, конечно, с исполнением Минских соглашений и с работой в этом пресловутом нормандском формате. В формате, который уже был задан, разработан, налажен. Россия сейчас заявляет о том, что не будет общаться с Евросоюзом фактически, что там остаются в Соединенные Штаты, как отмечал Алексей Венедиктов. То есть, как возможно отмена санкций, при том, что главные условия отмены санкций не будут соблюдаться. Минские соглашения и не могут быть выполнены физически. Точно так же, как камень не может лететь сам с земли вверх. Потому что важнейшее условие минских соглашений это проведение выборов в самых провозглашенных ДНР и ЛНР по украинским законам. А это невозможно, как мы с вами прекрасно понимаем. Но по нынешним, да. Невозможно. Поэтому, соответственно, требуется либо фактическое признание независимости ДНР и ЛНР, на что Украина не пойдет. А всего этого не может быть передан контроль над границей. И вся полемика, что было раньше курица или яйцо, сначала Россия должна передать контроль над границей, потом выборы. Или наоборот, она зашла полностью в тупик. Тем более, что по минским соглашениям все-таки сначала должны пройти выборы, которые, опять же, невозможны. И да, если бы президент Порошенко захотел их провести и пойти на полную ступку к Кремлю и самым провозглашенным территориям в этом вопросе, это уже приблизило бы его конец максимально. Потому что и большинство парламента Украины, и большинство народа Украины были бы категорически против, и его власть была бы поставлена под большой вопрос. Ну, вот смотрите, сейчас в этой ситуации с крымской историей Украине что выгодно? Ведь, по идее, можно сказать, что это провокация, что Порошенко, по сути, и говорит. И начать снова полномасштабные действия в Донбассе. С одной стороны, уже сформировалось определенное силовое сообщество. Ведь весной, я отвлекусь немножечко весной 2014 года, на Украине практически не было войск. Когда на знаменитом заседании Совета безопасности 28 февраля 2014 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины, обсуждался вопрос о том, вводить ли войска в Крым для предотвращения аннексии, выяснилось, что боеспособная группировка составляет 5000 человек. Сейчас боеспособная группировка составляет уже 100 тысяч человек. Кроме того, еще есть добровольческие батальоны, которые не входят формально в эти 100 тысяч человек, и все эти люди, безусловно, хотят войны. Вспоминается заявление Селезнева, представителя генштаба, о том, что вообще АТО, это их так называемая антитеррористическая операция, очень многое дала вооруженным землям Украина. Она фактически их формировала, потому что до аннексии Крыма и начала АТО, вообще Украина не была адаптирована к самой идее войны. Никто не верил в то, что война возможна. И только с начала войны стало понятно, что она возможна. И реально. В реальном времени. Ну, а теперь Порошенко вообще говорит, что нужно привести в бред. Да, ну, конечно, АТО, что должен делать, естественно. На границе с Крымом. Но с точки зрения политического руководства Украины, война совершенно не нужна. Она нанесет очередной мощный удар по украинской экономике, и она в очередной раз ослабит надежды на то, что вообще Украина может как-то нормально пережить этот исторический период своего развития. Поэтому, да, военные рвутся в бой, добровольческие батальоны рвутся в бой, как рвутся в бой. И военизированное формирование ДНР и ЛНР. Именно этим мы обязаны многочисленным стычкам, которые постоянно происходят на линии разделения в этих регионах. Потому, что руки чашут у всех. Ну, и экономика тоже, как-то же, военного времени тоже не может простаивать. Да. Но, конечно, я думаю, что президент Порошенко и парламентское большинство должны сделать все одно, чтобы войну предотвратить. А почему? Ему же уже нечего терять. Его рейтинги и так... Нет, нет, нет. Ему не может уже нечего терять. Все-таки через три года. А не не завтра. И если за это время удастся что-то изменить кардинально к лучшему, Порошенко лелеет надежды еще остаться на президентском посту. Я не настолько оптимистичен, как он. Но он не может верить ни во что иное. Он должен запретить верить любую иную перспективу, потому что слишком много на нем висит грехов и с точки зрения внутренней политики, а не внешней и оборонной. Нет, Порошенко война точно не нужна. Именно поэтому я не верю в то, что он мог санкционировать такого типа диверсии. Но и Путину большая война не нужна. Поэтому сравнение инцидента этого с Глярецем, кажется, мне не вполне уместно, мягко говоря. Путину нужно снятие санкций. Для снятия санкций нужна маргинализация Украины, выведение ее из переговорного процесса как субъекта и замена ее в качестве субъекта переговоров на того, кто, по мнению Владимира Путина, все решает. То есть, на США. Это отказ от нормандского формата, поэтому не означает, я отвечаю на ваше замечание, не означает выхода из переговоров с Западом. Это только означает изменение формата переговоров с Западом. То есть, мы ожидаем некий новый формат переговоров. Ну, во всем случае, мне кажется, Россия его предложит, что четыре стороны и страны, США, Германия, Франция и Россия, должны решить судьбу этого вопроса. Без участия Украины, которая встала на путь террора и тем самым поставила себя вне дипломатического решения проблемы. Сейчас предлагаю не свою точку зрения, а цитирую потенциальное выступление Марии Захаровой. Новые инциденты нам следует ожидать? На крымской границе, в Донбассе, обострение ситуации, начало обновления боевых действий? Это достаточно принести спичку. Все возможно. Опять же, официальной войны не будет. То есть, ни Россия не объявит войну Украины, ни Украина России. Но гибридная война, она тоже гибридная война, что она может быть сопряжена с фактическими боевыми действиями, которые формально ни кем не признаются. А как вам кажется, кстати, покушение на Игоря Плотницкого имеет какое-то отношение к крымскому инциденту? То есть, совершенно не связанные между собой? Опять же, мне достаточно информации, конечно, как и у всех нас. Но не будем забывать, что Плотницкий мог быть причастен к ликвидации наиболее популярных полевых командиров ЛНР, Мозгового и Дремова. А в этих средах принято мстить. То есть, это могут быть отдельные внутренние разборки? Да, это могут быть отдельные внутренние разборки. Просто так совпало? То есть, я не верю, что окружение Мозгового и Дремова никогда не отомстит за них. Просто, если вы помните, как только состоялось это покушение, на Плотницкого ряд СМИ выступили с большими публикациями, где прогнозировали буквально дату начала новых активных боевых действий. Ну, активные боевые действия не могут начаться без санкций Москвы. А на мой взгляд, снятие санкций предполагает, что Москва ведет себя как хороший парень. Good guy. Поэтому bad guy должна быть Украина. И вся линия Москвы сейчас состоит на том, чтобы сфороцировать Украину на определенные действия, неконвенциональные, которые противоречили бы и духу, и букву пусть фейковых, но существующих формально минских соглашений. И вообще, самому формату достижения цели стабильного мира на Украине и якобы возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как они называются в дипломатической переписке, под контроль Киева. А что нужно сделать, чтобы все-таки заставить Порошенко уступить ястребам? Или заставить ястребов выступить самостоятельно и начать некие действия, которые будут реально восприняты как агрессия? Все может быть. Ведь на Украине нет столь проблемной ситуации, как в России. Украине вообще военный перерыв по турецкому образцу, я считаю. С учетом того, что украинские товарищи учтут ошибки турецких коллег и неповторят их. Там все может быть. Поверьте мне. Тем более, что с тех пор, как военные набрали субъектность, которого у них не было еще два спорных года назад, с тех пор каковыли добровольческие батальоны, которые тоже крайне обижены, расстроены тем, что их в политической жизни оказалось несоразмерной. И их, по их мнению, вкладу в антитеррористическую операцию. Там, возможно, все. То есть, достаточно просто подковерных переговоров с полевыми командирами, грубо говоря. Ну, если кто-то захочет это делать. Опять же, я не считаю, что Путин заинтересован в большой войне. Он заинтересован в том, чтобы перевалить за больную голову на здоровую и устранить Украину как ключевого субъекта переговорного процесса. И, наоборот, вовлечь США в переговоры. Смотрите, а в прекращении этого отлеющего конфликта в Донбассе Путин заинтересован? Здесь от Путина уже ничего не зависит. Ясно, что отдельные районы Донецка и Луганской власти не вернутся под контроль Украины, де-факто, в ближайшие долгие годы. Даже если не будет поддержки со стороны России? Даже если не будет. Потому что, хотя эта поддержка будет, потому что Путин не в состоянии сдать их полностью. Это означало бы не потому, что он их так любит. Нет, он их, может быть, совсем и не любит. Но потому что для него это означало бы существенное личное унижение, на которое он не готов пойти. Но между ДНР и НР с одной стороны и Украиной с другой, и Киевом с другой, лежат 10 тысяч трупов. Высказить трупы, к сожалению, не будучи Господом Богом, невозможно. Еще один вопрос возникает. У нас, конечно, есть вот этот такой коллективный Запад, который принял санкции в отношении России. Насколько убедительны для Запада подобные акции, подобные действия, подобные выступления, подобные инциденты, заявления о диверсантах? И возможно ли, что поверят в эту удивительную историю с таким количеством версий? Ну, Запад уже начал реагировать. Первый отреагировал Литва в лице главы МИДа Лена Саленкевича вчера вечером. И здесь позиция была очень скептической по отношению к российской версии. Было сказано, что Россия использует застарелые методы КГБ СССР. Ну, с другой стороны, Литва, естественно, одна из наиболее критически настроенных по отношению к России стран Евросоюза. Поэтому позиция не является полной мере репрезентативной здесь. Сегодня, как мы знаем, отреагировал посол США Джеффри Пайет, посол США на Украине, который тоже заявил, что не верит он в диверсию и диверсацию. Ну, на то он и посол на Украине, конечно. Нет, но все-таки он официальный посол для американской дипломатии. Озвучивает он не украинскую, а американскую точку зрения. А американский дипломат, в общем, всегда трижды подумает и согласует, прежде чем что-то сказать. Независимо от его личной точки зрения. Поэтому, думаю, что Запад без восторга отнесется к версии о том, что Украина собиралась сорвать коротный сезон в Крыму или взорвать Крымский Титан или кортеж Аксенова. Тем более, вот это противоречие в версиях, особенно еще подкрепленное тем, что, оказывается, больше половины террористов были жителями Крыма и гражданами России. Оно, в общем, не укрепляет доверие к этой версии нигде, особенно на Западе, но под этой версией уже подписался Владимир Путин, публичный. Поэтому теперь дороги назад у него нет. Путин не тот человек, который признает свою неправоту, тем более извиняется за свои слова. Но они же, кроме понимают, насколько это странно выглядит, насколько много критики и подобные версии будут встречать с самых разных сторон? Все равно дороги назад нет. Путин не критически смотрит на это. То есть, он верит, что это способно как-то решить проблему санкций? Ну, не то, что способно жить, может поспособствовать решению проблемы санкций. Как гласит известное психологическое определение правды, правда – это устраивающая версия. Путин обязан верить в ту версию, которую его устраивает, причем совершенно искренне, на сознательном уровне. Дальше на бессознательном уровне он в нее совершенно не верит. Точно так же, как Путин верит на самом деле, что если бы он не присоединил к России и Крым, там были бывать сканаты через две недели. Есть ли угроза оказаться в такой ситуации шантажа, когда Путин осознает, что санкции никто снимать не хочет, что правду, в которую он верил, на самом деле правдой не является? Есть ли угроза, что он скажет, ну раз вот так, тогда я в принципе могу и перейти к жесткому сценарию? Да, конечно, это вполне реально. Потому что Путин понимает, что для снятия санкций нужен размен каких-то активов, а чтобы создать активы под размен, нужно действовать жестко. В ближайшие полгода он не будет действовать жестко, то есть не будет какой-то прямой агрессии. То есть полгода можно надеяться? До конца года нет, но это не отменяет различных форм гибридной войны. Ну, которая не останавливает. Да, собственно, какие-нибудь теракты на Украине вполне возможно. Но у нас есть принципиально некие моменты, линия разграничения, она не движется, не меняется, и наступления из Крыма открытого явного нет. Официального никакого наступления российских войск ни в Донбассе, ни в Крыму. Но, на мой взгляд, до конца года, то есть до решения вопроса о пролонгации или не пролонгации санкций в их нынешнем формате не будет. А потом что может случиться? Да. Если санкции с 1 января останутся неизменными или, не дай бог, ужесточатся, возможно, почему нет. Так под каким-то предлогом это должно произойти? Предлог. Ну, какие-нибудь диверсанты придут в чего-нибудь или какие-нибудь другие страшные преступления кровавого киевского режима случатся. По диверсантам, по персоналиям хотелось бы. Вот смотрите, есть у нас теперь Евгений Панов, якобы похищенный, как говорит Украина. Мы утверждаем, что не похищенный, а вторгшийся. Не мы официально-российские. Ну, а не мы, а не Украина, а Россия. Да, официальные структуры. Нет ли шансов и, может быть, даже для России угрозы, что Евгений Панов станет новой Надеждой Савченко? Думаю, нет. Он не похож на Надежду Савченко. Он не производит впечатление героя. При всем к нему уважении. К тому же, понимаете, тут взяты, возможно, разные гибридные варианты. Ведь не секрет, что украинские спецслужбы всегда на всем протяжении существования независимой Украины, с момента ее создания, 1 декабря 1991 года, были наводнены российской агентурой. Но особенно эта наводненность усилилась при Януковиче, при президенте Януковиче, с период 2010 по 2014 годы. Поэтому Евгений Панов, бывший 39 лет от роду, бывший водитель Запорожской АЭС, вполне мог на голубом глазу поехать в Крым. Просто вопрос, который его побудил и мотивировал это сделать. Этот вопрос тоже открыт. Ну, судя по всему, он такой человек готовый на разные поступки. Ведь мы читали о нем, что он поехал добровольцем в Донбасс, до этого участвовал в событиях на Майдане. То есть, активный человек. Да, да. Вот так вот. Там, может быть, какой-то батальон списал. Да, но это же... Но мне не очень верится, что официальная Миноборона Украины планировала эти диверсии. Потому что все это очень фантастично выглядит. И я не переоцениваю профессиональный уровень украинских военных и военных разведчиков. Но представление о том, что что-то сделать серьезно на территории Крыма, которая предельно милитаризована и нашпигована российской контрразведкой с высочайшей плотностью, ну, даже им не присуща. Смотрите, вы говорите, что Киеву невыгодно с политической точки зрения, политическому руководству какие-то активные военные действия сейчас начинать. А что выгодно? Вот как себе на руку может обернуть эту ситуацию Украина? Выгодно поддерживать статус-кво. То есть замороженный конфликт в Донбассе и, де-факто, признание независимости Крыма и без признания его когда бы то ни было до иера. За это время можно перегруппировать силы, добиться пусть небольших, но каких-то успехов в экономике. Нейтрализовать соперников. Обвинить Надежду Савченко и Юлию Тимошенко в том, что агенты Кремля. Что уже делается. И как-то подойти спокойно к президентским следующим выборам 2019 года. То есть вот эту ситуацию крымскую никак не разворачивать? На нее никак не отвечать? Да, потому что если ввести Петра Алексеевича Порошенко в сыворотку правды, то я думаю, он бы сказал, что Крым невозврастим в Украине, даже не надо поставить так задачу. Нужно только танцевать ритуальные танцы вокруг Крыма и постоянно подчеркать, что мы его вот-вот вернем. А Донецк и Луганск, в общем, и не нужны. Если бы они как-то легально отделились, было бы хорошо. Но потом, когда он выйдет из-под действия сыворотки правды, он, конечно, скажет, что все это исконно украинские земли, он положит жизнь на то, чтобы вернуть их в состав Украины. У нас в глаз выпьющего в СМС Ирина пишет нам, кто все-таки убил пограничников в этой всей ситуации, в этой всей картины. Ну, по украинской версии дезертирую, по российской из российской воинской части, по российской украинской диверсанты. Третьей версии у меня нет. То есть, если бы я прилетал на вертолете в этот момент над местным преступлением, может быть, я смог бы сформулировать третью версию. Но, к сожалению, любопчасти у меня там не было. Что нужно делать Порошенко, чтобы не ударить в грязь А что нужно делать? Чтобы к большому обострению он сейчас не готов еще и потому, что это обострение опять привело бы к усилению военной части элиты. А усиление военной части элиты расхаблет его Порошенко позиции. И усиливает претензии военных и командиров добровольческих батальонов, и тех, кто стоит за добровольческими батальонами, включая олигархов типа Игоря Валерьевича Коломойского, на власть. А они не могут свою позицию продавить? Их же довольно много теперь. Они публично выступают, часто призывают. Сейчас у них есть повод призывать. Продавить могут, но это не значит, что Порошенко сразу согласится. Он, как всякий классический украинец, очень упертый. Знаете, у Порошенко упрямо будет впертый. Вот он именно очень впертый. Получается, будет нерешительным, это будет ударить по его рейтингу. Будет решительным, это усилит силовиков. Он опрещен, что он будет лавировать между этими позициями. То есть, его основная задача будет решительным в риторике и всяких превентивных приготовлениях, но не переходить в красные черты, за которые начинается реальная официальная война. То есть, просто, как сейчас он делает, объявить о боеготовности. Да, мобилизация, начиная волна, мобилизация может начаться. И сидеть. Да. Молча, тихо. И обвинить Россию в том, что она срывает нормандский формат, и еще и поэтому проведение выборов в ДНР невозможно. Еще вариант созвать, как собираются на Украине в заседании САД без ООН, снова поговорить, пообщаться. Да, конечно, конечно. Все как любит политика. И при этом, при всем, Порошенко, по вашим словам, остается реальным кандидатом на предстоящих выборах. Три года для украинской политики – это огромный срок. Это же не Россия. Поэтому, что будет через три года, мы не знаем. Сейчас позиции Порошенко не очень. Его блок Петра Порошенко, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, получил бы четвертое место. Первое место получил бы Кевщина, Юлия Владимировна Тимошенко, восставшая, как феникс их пепла, вопреки всем прогнозам двухлетней давности. Второй – оппозиционный блок, то есть наследники Януковича. Третья – самопомощь Андрея Садового, мэра Львова. Кроме того, еще в спину Порошенко дышат от части порожденной им политической силы Саакашвили. Но что будет через три года, мы не знаем. Так, постепенно перебрались к вопросу о выборах. Я хочу несколько цитат привести в начале этой темы. Партия тех, кому Крым дороже Куршавеля. Самая молодая среди партий ведущих стран – Британия, США, Германия, Франция и Япония – находится у власти относительно недавно. И партию не стоит винить во всех грехах прошлого. Все это из брошюры «Агитатор», как пишет РБК, 55 страниц рекомендации от Центрального исполкома «Единая Россия» о том, как нужно избирать или убеждать голосовать за партию власти. Да, сейчас поговорили про украинские выборы, теперь давайте про наши, которые будут скорее, чем украинские. Одно из самых прекрасных, что привлекло внимание журналистов, это формулировка о том, что «Единая Россия» – партия большинства россиян, а большинство не может ошибаться. Если не «Единая Россия», то кто, представьте себе Россию под властью любой имеющейся политической оппозиции? Аргумент зубодробительный, решающий, самый сильный и самый мощный? Я хотел бы сказать, что к вопросу о том, для кого Крым дороже Куршевеля, по интегральному критерию цена плюс качество, Крым для всех дороже Куршевеля. Поэтому здесь содержится имплицитное, выражаясь словом, указание на то, что «Единая Россия» должен голосовать весь мир. Потому что Крым объективно дороже Куршевеля, и всякие, кто экономит свои деньги, поедут дыхать скорее в Куршевель, чем в Крым. Здесь сразу по всему. Да. Что касается партии большинства и присоединений к большинству, знаете, в английском языке есть такое эфематическое идиома «join the majority» – «присоединиться к большинству». Это эфемизм глагола «умереть». Господи, это кажется, что это должно было быть что-то из парламентской жизни, а присоединиться к большинству. В этом году была Российская партия жизни, такая, впоследствии, как основа для «Справедливой России». Поэтому в качестве ее оппонента «Единая Россия» фактически представляет себя как партию смерти, поскольку большинство, естественно, находится уже за грани физического существования. Весь политический спектр от жизни через пенсионеров к... Да, что нет, ну, жизнь, собственно, где большинство это находится. Умерших гораздо больше, чем живых. Собственно, вообще в России культ смерти в последнее время сильно развивается. И уже смешивается с культом Великой Победы. Так сказать, мы, как сказал Доргий Меньшельмонов, прежде противник, он не сторонник Кремля, он писал книгу «В плену у мертвецов». Вот мы, собственно, и находимся в плену у мертвецов. И когда я захожу в собственный подъезд и вижу там листовку там «101-1045», «Вспомни тех, кто сохранил тебе жизнь», я угляду на мысли, что никто мне жизнь не сохранял. Потому что в этот отчетный период с 1941 по 1945 год я еще не был жив. И вообще жизнь – это ее доль страданий, и нельзя гордиться тем, что ты кому-то сохранил жизнь. Может быть, кто-то кому-то дал жизнь. Может быть, кто-то и не хотел совершенно рождаться. Что же касается того, что большинство всегда права, ну, собственно, конечно, история человечества это активно подтверждает. Судьба Иисуса Христа, в частности, да, так сказать, которого все-таки большинство как-то немножко засудило, правда? И привело к крестной смерти, и только Господь Бог обеспечил его крещение. Но это классическая история исключения, на самом деле? Нет, нет, совершенно. Это не история исключения, никаким образом. А, собственно, приход в хвосте Гитлера. Разве он был обеспечен не большинством? Нет. Большинство перенимает стандарты и стереотипы, формируемые меньшинством. По известному историку Армельда Тоймбе, который называл их процессами месяца. Поэтому отсылки к большинству бессмысленны. Большинство всегда пассивно. А приоритеты общества определяет активное творческое меньшинство. Из нескольких процентов населения. По Тоймбе 2%, по другим классикам жанра 3 или 4, но это в данном случае не важно. Но это вы так свободно жонглируете именами. А вот реальному большинству? Ему, мне кажется, довольно близка такая формировка. Ну, смотрите, реальному большинству все равно, потому что для всех совершенно очевидно, что Единая Россия выиграет выборы и получит абсолютное простое большинство, извините за тавтологию, в парламенте следующего созыва. Поэтому движущейся в этих выборах является безразличие, которое, собственно, должно привести к относительно низкой явки и отсечению всех тех, кто мог бы голосовать не за Единую Россию, но всего представления о бессмысленности любого альтернативного голосования. Вот слушатели условного Серпуховского, ЛАФ-радио, которые вместе с ведущими смеются над рассуждениями о средней зарплате в 37 тысяч по району, которые рассуждают о том, во сколько раз у них зарплата меньше. Они как-то могут быть затронуты подобной агитацией? Это, видимо, такой подсподный намек, безсознательный на 37-й год. Наверное, не знаю, но они способны быть, могут быть затронуты такой агитацией? Вообще, могут ли они действительно бояться выступить в роли несогласных с большинством? Агитация для Единой России глубоко вторична. То есть, это все эти методички. Ибо не силой агитации она пройдет в Государственную Думу и получит там большинство силы административного ресурса регионов и муниципальных образований. Методички нужны, потому что, во-первых, нужно распилить предвыборный бюджет. Как политконсультант на пенсии, он скажет, что нет ничего хуже, чем совет подать консультанта не делать ничего. Потому что, если консультант один, другой расскажет, что не надо делать ничего, его просто уволят. Зачем нужно консультант? Да, нужно всегда придумать какие-нибудь проекты, идеи, пятые, двадцатые. Апеллировать напрямую к Путину, видимо, нельзя. Ну, то есть, можно и на очень пограничном спектре. Дмитрий Медведев, как хронматический лидер, смотрится, но не очень. Особенно в контексте последних каких-то таких очень резких. Поэтому нужна какая-то абстрактная, бессубъектная идея, ведь, собственно, субъектом Единой России становится большинство. Это оно стоит со всем. А для кого же это тогда... Ну, хорошо, это пишут для отчетности. А еще для кого? То есть, это просто так уйдет в стол, и никто этого не увидит? Нет. Ну, избиратель, возможно, это увидит, но это не будет победительным мотивом голосовать. Победительный мотив – это голосовать за власть. Потому что, если кто за власть не проголосует, то могут потом начаться неприятности. А вот этот тезис, если не Единая Россия, то кто? А он насколько победоносен? Ну, поскольку никакой разницы между Единой Россией и другими парламентскими партиями нет, он нейтрален. Ну, здесь же не только о парламентской оппозиции речь, я так понимаю. Когда задают такой общий вопрос, учитываются и другие представители оппозиции, несистемные. Да, но представители несистемной оппозиции фактически лишены доступа к федеральным каналам агитации, и пропаганды. Поэтому их уровень узнаваемости значительно ниже. Ну, в своих районах, особенно сейчас, одномандатники. Ну, нет, отдельные одномандатники. Они же ставят агитационные вот эти вот кубы. Я согласен, что два-три одномандатника оппозиционных могут прорваться в следующую думу, возможно. Но это никак не изменит общие картины состава и структуры Нижней Палаты. Она будет тотально подконтрольна Кремлю, и в голове Владимира Путина, и даже Дмитрия Медведева, эти выборы уже случились. То есть, это все уже проценты известны. Ну, они неизвестны с точностью не до долей процентов, но то, что Кремль будет полностью контролировать Думу, ясно. В какой пропорции он будет ее контролировать, неважно. Если там какие-то фрики окажутся в составе Думы и будут кричать аппозиционные вещи, это не только плохо, но и хорошо. Потому, что всегда можно сказать, что пара фриков у нас есть на крайний случай. Если они перейдут какие-то красные линии, как Илья Пономарев, их просто лишат мандатов. Поэтому здесь рычаг давления на них всегда есть. Поэтому выборы в Государственную Думу не являются важным событием не только с точки зрения электората, но и Кремля. Вы меня сейчас огорчили. То есть, нам не стоит ожидать обычных предвыборных бонусов. То есть, не будет... Финансовых? Ну, конечно, финансовых, каких-то социальных гарантий, обещаний, решений. Нет, я бы все сказал. Денег нет, держитесь там. А зачем? То есть, выборы пройдут тихо и без гонька. Зачем тратиться? Знаете, я сейчас расскажу один не очень политкорректный анекдот. Но он очень точно отражает отношение российской власти к российскому народу после долгого опыта взаимодействия с ним в постсоветской политической реальности. Как некий престарелый джентльмен, хорошо одетый, приходит в ювелирный магазин с юной моделью. И просит подобрать ей бриллиантовое колье. Значит, ювелирный магазин подбирает ему бриллиантовое колье, значит, и тут джентльмен начинает хлопать себя по карманам и говорит, знаете, что-то я забыл бумажник, можно я завтра утром зайду и выкуплю это колье? Да, конечно, говорит ювелирный магазин, никаких проблем. Значит, и джентльмен оставляет свой телефон. На следующее утро ювелирный магазин перезванивает джентльмен и спрашивает, ну что, вы будете заходить за колье? Нет, я не буду заходить за колье, говорит джентльмен, я с ней уже переспал. Вот, собственно, это вопрос о социальной политике российской власти и отношении как к народу, электорату, так и к участию в его выборах. А вот это вот все, что творит в последнее время Дмитрий Медведев, это специально происходит? Или это у него просто вырывается? Или это вот просто такая прямая указка, прямое указание, что вот такая ситуация? Это у него вырывается, но это не значит, что Медведев ослабляет тем самым собственные позиции, поскольку эти позиции определяются не электоратом, а Владимиром Путином. А Владимир Путин любит, когда кто-то в состоянии зарезать правду матку и тем самым принести свою репутацию на алтарь общей популярности системы власти, а значит, Путина самого. Путин же и сам любит иногда зарезать правду матку, когда он чуть-чуть расслабляется. Как на одной из прямой линий с народом он в ответ на вопрос о плохих дорогах сказал, зачем вам автомобиль, если у вас нет дорог. Ну, как-то многовато Путин-то периодически редко вообще выступает. Путин у себя контролирует, и на нем больше ответственности. Ему не положено так часто, собственно, смачно высказываться. А Медведев, к тому же Медведев был в своей среде, среде преподавателей, что он хотел сказать тогда, отвечая на вопрос учителя из Дагестана, что если ты хочешь зарабатывать деньги, не иди в педагогию, поскольку престиж этой специальности в России невелик. Это правда, правда. А почему за все так раздражаются? Вот он ведь ничего сенсационного не говорит. Он просто, как говорится, капитан очевидность, говорит вещи всем известные. Потому что все еще сохраняются надежды на то, что власть одумается. Эти надежды бессмысленны. Понимаете, когда муж изменяет жене или наоборот, могут быть любые подозрения. Но самое страшное, это когда, соответственно, сроков признается в этом официально. Это и произошло. То, что власть совершенно забила болт на образование, здравоохранение и науку, и держит их по остаточному принципу, только что они совсем не рухнут, это всем понятно. Но когда это официально заявляется в высокой трибуне, взамен стандартной риторики о том, что образование ценовых ребят нации, это вызывает особую досаду и понимание, что ловить больше нечего. Подобное заявление какую-то роль могут сыграть в интересах избирателей? Практически нет. Ну, допустим, даже один процент избирателей будет этими заявлениями перевербован от «Единая Россия», но скорее он будет перевербован в сторону лежания на диване, а не голосования за какие-нибудь другие политические силы. Ну, почему? Есть же теперь партия Роста. Это хорошая шутка. Ну, а серьезно, ведь наберет же, наверное, достаточно. Ну, смотря сколько, но не пять процентов. Не пройдут? Нет, может какие-нибудь одномандатники и пройдут, например, Оксана Дмитриева, но партии в целом нет, конечно, я не вижу там никакого потенциала, тем более, ну, что можно сказать о партии в главе с Борисом Титовым? Кто бы там ни был, мы же понимаем, что Борис Титов это абсолютный винтик путинского режима, основная сфера интересов, которая стоит в производстве Грестовина Абрау-Дюрсу. Что, конечно, очень тонкий намек на состояние российской финансовой системы, потому что вы помните, что в культовом романе «Мастер Маргарита» Волон превращал деньги именно в этикетки от Абрау-Дюрсу. Вот вы весьма скептически отзываетесь об употребимости формулировок из брошюры «Агитатор» Центрального сполкома «Единая Россия». Я не оспарил их употребимость. Ну, один хочу одну цитату привести оттуда про то, что слишком медленно меняется страна. Это признают авторы этой брошюры, но более быстрый путь – путь революции, а это разрушение. Вот буквально сегодня же я увидел буквально повторение этого тезиса в словах нового главного тренера сборной России по футболу Санислава Черчесова. Если идти на кардинальные меры, это уже будет революция. Революция, как говорит история, не приносит хорошего результата. Видите, идея-то уже пошла в народ. Нет, ну, Санислав Черчесов, во-первых, при Владимире Путине, который по психотипу является законченным консерватором, идея революции не мог быть популярна в элитах. Хотя, собственно, весь человеческий прогресс всегда определялся революцией менее чем иным. Он никогда не достигался эволюционным путем. Ни в одну эпоху. Но это бог. Ясно, что для Путина главное, кстати, не допустить революцию, это распространяется и на всех, кто в той или иной форме, в том или ином формате вписан в путинскую систему власти. Что же касается Санислава Черчесова, то его важно сейчас не конфликтовать с Виталием Мутко, министром спорта и президентом Российского футбольного союза. И, вероятно, он имеет в виду, что он не противопоставит себя этим институциям и не воспользуется их крайне низкой популярностью в среде болельщиков, чтобы сколотить себе, как было принято говорить в таких случаях, сомнительный политический капитал. А это не ошибка ли, учитывая всю неоднозначность позиции Мутко сейчас после допингового скандала? Ясно, что Путин Мутко не уберет. Путин не уберет Мутко потому, что это его главный и практически единственный доверенный партнер по решению всех финансовых вопросов в спорте, что для Путина очень важно. Вот я помню эпизод, когда приезжал Йозеф Блаттер, ныне отставной, обсуждать деликатный аспект организации чемпионата мира по футболу 2018 года в Москву. То он встречался с Мутко, и на встрече присутствовало три человека. Блаттер, Мутко и переводчик. Кто же был переводчик? Кто был переводчик? Владимир Владимирович Путин. С немецкого. И на немецкий. Потому что никому другому доверить перевод этой деликатной полемики было нельзя. Поэтому я думаю, что Путин Мутко не уберет. Чарчев это прекрасно понимает и не хочет априори входить в конфликт, обозначая тем самым лояльность спортивным властям Российской Федерации. А кстати, сколько у нас таких неприкасаемых в кабинете? Да, на сегодняшний день многие. Хотя уже многие старые друзья надоели. Владимир Путин, это очевидно, он больше не хочет иметь дело с людьми, которые с ним на ты и на сволочь. Да, я помню, вы об этом нам рассказывали, что молодых хочет подобрать. Не обязательно молодых по возрасту. Не обязательно молодых по возрасту. Скажем, новый глава Федеральной таможенной службы генерал Буваевна, ему зашивистят. Важно, что люди, которые держат с ним дистанцию, которые не его друзья, а его заведомо подчиненные. Ну, чтобы смотрелись открытыми ртами. Ну, которые точно знали, что он не друг, а босс. И относиться к ним надо так и больше никак. То есть, Медведев источертел он жил? Медведев нет. Медведев это совершенно особая статья Конституции. Медведев это политический сын, который 24 сентября 2011 года доказал буквально сакральную лояльность своему политическому отцу Путину. Ведь это библейский сюжет. Это как моление о чаше. 24 сентября 2011 года Медведев молился на съезде Единой России о том, чтобы исполнилась не его воля, а воля отца, как Христос в Гефсиманском саду. Поэтому это совершенно отдельная статья. А с кем-то еще у него такие же сакральные семейные связи есть? Нет, я думаю, сейчас нет. То есть, в этом смысле я бы не удивился, например, с полным временем у меня брал Сечина из Роснефти. Еще два года назад это было практически невозможно. Сегодня я бы не сказал, что это нереально. А Шувалов? Шувалов тоже может пасть, почему нет? То есть, проблем никаких здесь нет. Это не значит, что он падет. Но уже неприкосновенности было, и я у многих не вижу. Именно в силу того психологического синдрома, который я описал. Путин начал тяготиться старыми друзьями, которые не вполне понимают иерархию отношений. Он-то уже находится вне чего, он уже не человек. Он находится в империях, в Астралии. В принципе, это стандартный путь авторитарного правителя, опять же, многократно воспроизведенной мировой историей. Сначала ты лидер команды первой среди равных. Потом ты сильно возвышаешься над командой. Потом ты разгоняешь команду с парой друзей, потому что, как сказал Чингисхан, отправляя в Монголию одного из своих старейших соратников Джелне, дороги в прошлое поросли травой. С кем же теперь разговаривать Владимиру Путину? Как он говорил, не с кем уже поговорить? Жреца постом общается с богами. У него есть с кем. Собственно, у него была большая драма два года назад, когда умерла лаборатор Кони. Я не шучу, потому что это было одно из самых доверенных живых его существ, который явно его не обманывал. И не выдавал его секреты. Да. Нескучайно она присутствовала на большинстве официальных встреч. И даже с ангелами, которые не любят собак. Которые не любят собак. Причем я уверен, что это было сделано не специально. Это так получилось. Просто ты Путин не подложил ей кнопку на стул. Будет формироваться какой-то новый круг, скорее всего, из людей, которые не увлечены впрямую в принятие и реализацию экономических решений. Это мы про внутреннюю политику. Вы сейчас сами говорили, что 90% усилий устремлено вне сейчас. А лучше на внешнем фронте. Есть друзья? Вот Эрдоган, он друг все-таки или нет? Ну, конечно, человек, который уже всадил нож в спину, не может быть другом. Такое не прощается. Он официальный друг, но неофициально, конечно, Путин ему не может доверять. Это просто попытка компромисса на фоне возможного альянса в условиях расхожнившихся отношений с Западом для обеих стран. А Меркель друг? Нет, Меркель совсем не друг. Шредер был друг. А Меркель альтернатива Шредер. Если сейчас придут Штайнмайер или Зигмар Габриэль после выборов в следующем году, они вполне могут стать его друзьями, тем более, что их риторика гораздо более пропутинская и пророссийская, чем у Меркель. То есть, сейчас друзей нет вообще, получается? Из ныне действующих правителей практически нет. Но Путин же останется у вас столько, сколько захочет. Это в его понимании большое преимущество. Он доживет до нового поколения друзей. У него были Шредер и Берлускони, друзья. Джордж Буш младший был не друг, но с ним были вполне нормальные, лояльные отношения. Не то, что с Обамой, которую Путин терпеть не может. А Трамп может стать другом, если вдруг? Ну, для этого надо начать дружить. Пока эта дружба еще не началась. Другое дело, что Путин же побит жизнь. Из него понимает, что друзья тоже могут кидать. Особенно на международную арену. Но Шредер и Берлускони никогда его не кидали. Да и Буш младший, в общем, по большому счету, ничего плохого ему не сделал. Это вот все это обамическое поколение его страшно раздражает. Потому что пришли какие-то молодые мальчики без опыта работы из Чикарского университета и юридических фирм. И вообще ни в грош не ставят самого влиятельного человека мира, каким Путин не безознавание считает себя. Последний вопрос. Клинтон может стать другом? Здесь Путин очень рассчитывает на Билла Клинтона, который является не очень важной фигурой. Был первым годом президентства Путина, и тогда Клинтон прижал его к любящей груди. Используя свое обаяние и правильно понимая психологически слабые места Путин, его недолюбленность, его оставленность, одиночество, он очень хорошо его обошел, особенно на саммите Большой Восьмерки в Боклинте, где Путин просто влюбился в Клинтона. Поэтому, рассчитывая через мужа, он сможет прийти на жену. Эта теория иллюзорна, но пока она жива, она не умерла. Лежит ли путь к сердцу женщины через мужчину? Это мы узнаем через некоторое время. Они тяжело. Спасибо большое, Плитон, Санислав, Селочек, персонально вашим. Акзиологический вопрос. Спасибо. Спасибо. Всем здорово.